Боже милостив, будь ко мне грешным, Ты создал меня, Господи, ты помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Нам людям всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную и не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувима, и достойного большего прославления, чем Серафима, безболезненно родившую Сына Божия. Истинная Богородица Тебя величает. Не слышно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Скреси измертый, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божие, молитва ради Пресчисты Твоей, Матери, силы и счастья с награждением Творящего Христа, святых ангелов наших Хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас. Царь Небесный, Утешитель, Дух истинный, везде сущий и весь мир наполняющий источник благ и жизни податель. Приди вселись в нас и очисти нас от всякой скверной и спаси благие души наши. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые крепкие, Святые бессмертные, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи! О, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконий наш. Святые посети И исцели немощи нашей имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков, аминь, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое, истцарство, и силы, и слава веки, аминь. Став после сна, преподаем Христа по твоим благе, и ангельскую песню сглашаем Тебе сильной, свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна ты поднял меня, Господи, умы, просветись, сердце, и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы помилуй нас, и ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придется у деяния каждого обнаружиться, со страхом воскликнем в полночь, свят, свят, свят ты, Божий, молитвами Богородицы помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Аминь. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твое, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою стамы, чтобы прославлять Тебя в благодатном сердце, и воспевать святившее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу, придите поклонимся и припадем ко Христу Царю нашему Богу, придите поклонимся и припадем к самому Христу Царю и Богу нашему. Тридцатый псалом На Тебя, Господь, уповаю, да не посажусь вовек По правде Твоей избавь меня Преклони ко мне ухо Твое Поспеши избавить меня Будь мне каменную твердыню Добом прибежище, чтобы спасти меня Ибо Ты, каменная гора моя и ограда моя Ради имени Твоего води меня и управляй мною Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне Ибо Ты, крепость моя В Твою руку придаю Дух мой Ты избавлял меня, Господи Божией истины Ненавижу почитателей суетных идолов Но на Господа уповаю Буду радоваться и веселиться о милости Твоей Потому что Ты презрел на бед Узнал горесть души моей И не предал меня в руки врага Поставил ноги мои на пространном месте Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне Иссохло от горести око мое Душа моя и утроба моя Истощилась в печали жизнь моя И лета моя в стенаниях Изнемогла от грехов моих сила моя И кости мои иссохли От всех врагов моих Я сделал сопоношением даже у соседей моих И стращилищем для знакомых моих Видящие меня на улице бегут от меня Я забыт в сердцах, как мертвый Я как сосуд разбитый Ибо слышал злоречия многих Отсюда ужас Когда они сговариваются против меня Умышляют из стороны душу мою А я на Тебя, Господи, уповаю Я говорю, Ты мой Бог В Твоей руке дни мои И избавь меня от руки врагов моих И от гонителей моих Яви светло лицо Твою, рабу Твоему Спаси меня милостью Твоею Господи, да не постужусь, что я к Тебе взываю Нечтивы, да посрамятся, да умолтнут в аде Да они имеют уста лживые Которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением Как много у Тебя благ Которые Ты хранишь для боящихся Тебя И которые приготовил уповающим на Тебя Пред сынами человеческими Ты укрываешь их под покровом лица Твоего От мятежей людских Скрываешь их под сенью от пререкания языков Благословит Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе В смятении моем я думал Отвержен я от отчаяния Твоих Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к Тебе Любите Господа, все праведны Его Господь хранит верных И поступающим надменно воздает с избытком Мужайтесь, и да укрепляется сердце Ваше Все надеющиеся на Господа Блажен, кому отпущены беззакония Ищи грехи покрыты Блажен человек, которому Господь не вменит греха И в чем духе нет лукавства Когда я молчал, обвешали кости мои От средневного стенания моего Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху Но я открыл Тебе грех мой И не скрыл беззакония моего И я сказал Исповедуй Господа преступления мои И Ты снял с меня в вину греха моего Зато помолится Тебя каждый праведник Во время благопотребное И тогда разлитие многих вод не достигнет его Ты покров мой Ты охраняешь меня от скорби Окружаешь меня радостями избавления Вразумлю Тебя Наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти Буду руководить Тебя Ибо мол, око моё над Тобою Не будь как конь, как ваш шаг несмысленный Которых челюстную нужно обуздывать уздою и удилами Чтобы они покорялись Тебе Много скорби нечестивому А уповающим на Господа окружает милость Веселитесь, Господи И радуйтесь, праведные Торжествуйте все правы сердцем Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и пресно, и во веки веков Аминь Боже, очисти меня грешного Ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля Дай мне, не подвергаясь осуждения Открыть мои недостойные уста И восхвалить Святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне и всегда и во веки веков Аминь Аминь Восстав от Сына и посреди ночи Приношу Тебе песнь Спаси И преподая к стопам Твоим Взываю к Тебе Не дай мне уснуть в греховной смерти Но сжалься надо мною Добровольно распявшись Скоро подними меня, беспечно лежащего И спаси меня, стоящего Пред Тобой на молитве И после сна ночного Пошли мне ясный, безгреховный день Христи Божий И спаси меня Владыка, человеколюбший Встав после сна, я спешу к Тебе И по милосердию Твоему принимаю За угодные Тебе дела Я молюсь Тебе Помоги мне всегда и во всем И избавь меня от всякого зла в мире От дьявольского искушения И спаси меня И веди в Царство Твое вечное Ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого благо На Тебя вся моя надежда Я возношу Тебе хвалу Ныне и всегда и во веки веков Аминь Аминь Господи, Вседержитель, Божий сил бесплодных Всякой плоти На высотах небесных живущий Озирающий долы земные Наблюдающий сердца и помыслы И ясноведающий тайны человеческие Безначальный Вечный и неизменный свет Который не оставляет затененного места На Своем пути Ты Сам, Бессмертный Царь Прими моления наши Которые мы В настоящее время Надеясь на обилие сострадания Твоего Творим Тебе из нечистых уст И прости нам При грешении наше Совершенные нами делом Слово мы мыслью Вольно и невольно И очисти нас от всякой нечистоты Плоти и Духа И даруй нам с бодрствующим сердцем И трезвенную мыслью Прожить всю ночь Здешней земной жизни В ожидании наступления Светлого и славного дня Второго пришествия Ненародного Твоего Сына Господа Бога И Спасителя нашего Иисуса Христа Когда общий судья Придется слава Звать каждого по делам Его Да найдет Он нас Нележащими и сонными Но бодрствующими И восставшими Среди исполнения Заповедей Его И готовыми войти с Ним В радость и божественный чертог Славы Его И непрестанные Голоса торжествующих И невыразима радость Видящих несказанно Красоту лица Твоего Ибо Ты Истинный свет Просвещающий Освещающий весь мир И Тебя воспевает Все творение В веки вечны Аминь 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 И Ты, ангел Поставленный Блестимой бедной души Несчастную В жизни Оставь меня грешным И не отступи от меня За невоздержанность Мою Не дай возможности Злому Демону Починить меня себе Посредством Этого смертного тела Возьми крепко Несчастную Опустившуюся Мою руку И выведи меня На путь спасения О, святой Ангел Божий Хранитель Покровитель Бедной Моей души И тела Прости Мне все Чем я Оскорбил Тебя Во все Дни Моей жизни Если я чем Согрешил Прошедшую ночь Защити Меня В настоящий День И сохрани Меня От всякого Искушения Уражеского Чтобы мне Не прогнивать Бога Никаким Грехом И молись За меня Господу Чтоб он Утвердил Меня В страхе Своем И садил Меня Рабом Достойным Своей Милости Аминь И святая Владычица Моя Богородица Святыми Твоими Всесильными Мольбами Отгонит Меня Ничтожного Несчастного Рабатывая Уныние Забвение Неразумение Родения Все скверные Лукавые Хульные Помышления Несчастного Моего Сердца И от Повраченого Мама Моего Погаси Пламень Страстей Моих Ибо Я Ничь Слав И Сбахни От Ногих Губительных Распоминаний Намерений И Освободи От Вся От Всякого Звого Воздействия Ибо Ты Благословена От Всех Родов И Твое Пречестное Имя Славится Во веки Веков Аминь 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 Молите Бога О нас Святые Угодники Божии Игнати Владимир Надежда Ольга Виталий Георгий Дмитрий Екатерина Елена Сергий По усердникам Пробегаем Как скорым Помощникам Молитвенникам О душах Наших Богородица Дева Радуйся Благодатная Мария Господь С Тобой Благословен Ты между Женами Благословя Плоть Чрева Твоего Ибо Ты Родила Спасителя Душ Наших Спаси Господи Людей Твоих Благослови Пронадлежащих Тебе Помогая Православным Христианам Побеждать Врагов Сохраняя Силы Треста Твоего Церковь Твою Братья Сестер Родственников Начальников Благодетелей Всех Ближних Моих И друзей И всех Православных Христиан Подай Твои Земные Небесные Благи Не Лиши Милости Твоих Посети Укрепи Силы Твои Дары Здравия Спасенной Души И вот Ты Благ И любишь Людей Аминь Покой Господи Души Усопших Рабов Твоих Родители Моих Родственников Благодетелей Всех Православных Христиан Прости Все Грехи Вольные Невольные Даруем Царствие Небесное Со Святыми Упокой Христе Души Рабов Твоих Правцев Отцов И Братьев Наших Там Где Нет Ни Болезни Ни Печали Ни Душевных Страданий На Жизнь Бесконечную Воистину Святому Духу Ныне Всегда И Во Веки Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молитр Наш Милостивый Небесный Отец Помилуй Детей Наших За Которых Мы Смиренно Молим Тебя И Которых Продаем На Твое Попечение Защит Вложи В них Крепкую Веру Научи Благоговеть Пред Тобою Удостой Крепко Любить Тебя Нашего Создателя И Спасителя Направь Их Божия На Путь Истины И Добра Чтобы Они Все Делали Вас Слава Твоего Имени Научи Благочестиво Добрительно Жить Быть Добрыми Христианами Полезными Людьми Дай Им Здравие Душевное И Телесное Успех Трудах Избавь Их От Хитрых Козней Дьявола Многочисленных Соблазнов От Скверных Страстей И От Всяких Нечестивых Беспорядочных Людей Ради Твоего Слина Господа Нашего Иисуса Христа Помоли Твоего Прочистой Матери Всех Святых Приведи Их Тихой Пристани Твоего Вечного Царства Чтобы Они Вместе Со Всеми Праведными Всегда Благодарю Тебя Среди Народом Твоим Сыном Редворящим Твоим Духом Аминь Господи Боже Наш Возри На Детей Наш Не Спошли На Них Духа Премудрости Разум Благочести Просвяти Их Светом Благоразумием Чтобы Они Скоро Уразумели Усвоили Изучаем Предметы Употребили Их На Благо Твоей Церкви На Пользу Ближним И Во Своем Спасение Потому Что Ты Источник Премудрости Тебя Слав Возносим Всегда Ныне И Присно И Во Веки Веков Аминь Подай Исцеление Вскоре Сестре Нашей Алевтини Подай Исцеление Маме Мое Валентине Господи Прости Изогрешения Вольны Изгони Бесов Изрустика Господи Прошу Тебя Помоги Ему В поприще Поста Господи Укрепи Его Дай Веры Мужества Господи Помоги Ему Аминь Молитесь Игнать Тихонич Спасибо Господи Померя Духовного Родителей Сторожников Благодетель Митрополита Илариона Епископа Евтихии Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священная Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амросия Вадима Засима Андрея Максима Владимира Иглеба Не дай погибнуть Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Диодора Митрополита Тихона И весь священнический Нашискичин И высшие истинные Служители Миссионеры Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам дай Сейчас священникам Если угодно Тебе Господи Смири власти Воинства Их Наведи Страх Твой На них И через них Сотвори Благое От церкви Твоей Воразуми Их Издавать Добрые Законы Дабы Дали достойно Жить Людям Дабы Было Еще Выделять Нуждающимся И сохрани Их От покушения На них Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимира Александра Эрдогена И Амана И даруй Мир Израилю России Украине Сирии Где война Идет И научи Насценить Это мирное Время И приготовь Землю К великим И страшным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную Слава Тебе Господи За тихую Мирную Ночь Что Жизнь Нашу Продлил И Разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Все наши Таланты Дарованные Тобою И для всего Пошли нам Добрых Помощников Наставников Советников И в сей день Сохрани От всякого рода Греха От нарушения Заповедей Твоих Мужчин Ходить В страхе Господнем И защити Нас Господи Не только От искушения Мы Нас И селение Наше Жилище От пожара От воров От нечистой силы Живущих там Андрея Игоря Игоря Серапиму Владимира Обрати Морящую Людмилу Любовь Владимир Алексея Иосифа Пришли добрые Жители С детьми Любящими Знающими Заповеди Уставы Твои Сохрани Школу Спаси И помилуй Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Щадо Виктор Сергея Севастьяна Людмилу Нину Оливкину И всех Побуди На проповедь Благовестия Вангелем И помилуй Надежду Валентину Екатерину Анастасию Наталью Евгения Романа Михаила Нину Анну Юрия Рахиль Ездру Русика Тимуру И Самире Даруй Добрую Веру Чтоб верили В Тебя Христа Спасителя И Бога Истинного А не лжепророкам Екатерину Екатерину Галину Благослови Возри Господи На все мерзости И пакости Какие делают нам враги Не погуби их И сердце их умягчи И мы видим Что Господи Ты трогаешь Их сердца И даешь нам Отдохновение От их Нападок И в судный день Не помяни Их безумие Ты знаешь И Господи Посети Путешествующих Посети Посети Господи Болящих Дай силу За друзей За друзей За врагов По твоему Благоволению Все это Может оказаться На пользу И благослови Помогающую Елену И через нее Господи Сотвори Благое Моему здоровью Слава Тебе Аллилуйя Избави От пьянства Павла Михаила Андрея И найдя Отступников Николая Михаила Александра Юлия Максима Благослови И сохрани Наше сокровище В интернете И всех Помогающих Нам там быть Благослови Обрати их На путь Спасения И книги Наши Здесь В пути Защити И трудящихся Благослови Игоря Юлия Дмитрия Виктора Андрея Андрея Сергея Сергея Вячеслава Вячеслава Сергея Хвала Тебе Господи Обрати Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Леонтия Леонида Симона Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Саваук Вся земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле Мир В человеках Благоволения Аллилуйя Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот День В который Дал мне Веру В Тебя Страх Пред Тобой И ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господи Божий Мой За день В который Дал мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов Как на Истинные На Каноны Воздай Вечности Добром Всем Трудившимся Моей Душой И возрастанием Ее В Тебе Марию Степана Александра Михаила И Анну Поминаю Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Господи Воздай Вечности Всем Кто помогал В путешествии И был с нами Виктор Николая Павла Зинаиду Владимир Дмитрия Сергея Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О мне Грешем Благодарю Тего Моя Ангела За эту Ночь Сколько Лет Ты Хранил И Защищал От Видимых И Невидимых Опасностей В Воздухе На Земле И На Воде Все Это Тебя Хвала Тебя Наш Христос Слава Тебе Ангел Мой Добрый Не покинь Смертный Счасть Когда душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мой Помытарством Страшному Непонятному Ведя Навеки Вещи Царства Христа Бога Нашего Владимира Игритерия Благослови Ян Креститель Претеща Христу Моли Бога О Нас Мужчина Господи Жить В Бедности Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным Никогда Не Роптать Никому Не Завидовать И Каждому Дару И Жилье Сергею Говорю Святитель Христов Никола Мерликист Шедотворец Моли Бога О Нас Молите Бога О Нас Святые Пророки Божии Илья Елисей Нох Моисей Самуил Аарон Ио Авель Ной Иосиф Патриархи Ездра Неемия Амос Наум Исайя Иеремия Варух Изеки Иль Осия Иаиль Агей Сафония Захария Малахия Давид Нафан Даниил Отроки Пророк Михе Авраам Исаак Яков Да Исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день Прихода Твоего Нашего Отшествия Не застал Нас Неготовыми Но Чтобы Вышли Навстречу Тебе Господи С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Иле Добрых Дел Соделанных Духи Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога Она Святая Ангела Архангела Хирурбим И Серафим И все Небесные силы Престолы Божьего Предстоящие Святые Апостолы Кетр и Павел Вангеристы Матфея Марка Лукавяна Святые Мущеники Игнатий Богоносец Поликарм Смирский Устин Философ Космай Дамьян Андрей Стратилат Иерон Мущеник Климент Римский Климент Анкирский Анфим Комедийский Георгий Победоносец Пантелеим 40 святых Мущеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Вениамин Иосиф Борис И Глеб Да укрепит Господь Народ свой Дабы никто Не принял Насчертания Зверя Антихриста Анфим Вениамину Дай веру Устрашай Родителей За ложное Воспитание Молите Бога Она Святая Отца Василия Великий Григорий Богослов Иоанн Златоусов Анас Великий Ефрем Сирин Антоний Макарий Антоний Феодосий Корнилий Ио Сергий Радонский Степан Пермский Серафим Саровский Антобольский Анкронштадтский Аншанхайский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский Филарет И все Переводчики Священного Писания Молите Бога Она Засохранит Нас Господь И защитит В святой Православной Вере А замысли Ретяков Разрушь И развей Господь И в ничто Преврати Молите Бога Она Святые Жены И Девы Фёкла Первомущен Сапатина Самарянина Феврония Вера Надежды Любовь Матерь Софии Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетой Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прескила И Акила Андрония Киюния Киприяна Устина Да дарует Господь Послушание Молчание Сыломудрия И стыдливость Женам И Девам И сохранив От всяческого Поругания Исправ Непокоривость Галины Семейства Евгений Надежды Людмилы И Анны И прими Нашу молитву Господи Возьяния Рух Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед престолом Благодати Твою Владыка Мы умоляем Тебя Соедини Боже Праведный Наши молитвы С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе И на земле Ты Единый Вещен Царь И Бог Сотворивший Все Видимо Невидимо Наш Всевышний Господь Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голгофских Страданий Сына Твоего Единородного Господа И Бога Нашего Иисуса Христа Его Пролитой Крови Прими Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Аминь Доброе утро Всем Я небольшое Отступление Хочу Сделать Вы знаете Что Воскресенье Если так Верить Врессе Внезапно Скричался Всеволод Чаплин Он Занимал Большой Пост Патриархии И Были У него И друзья Были Враги Но И более Всего Неприятности Он Как посланник От Патриарха Доставлял Невзорову Александру Глебовичу Очень известный Там и сценарист И прочее И вот он Сейчас материал Невзоров Я вчера только Об этом думал И думаю Вот и воевать То не с кем И ты так же Уйдешь Но не ожидал От него Такой Ход Он выходит Невзоров Ролик Коротенький Такой И говорит Вот такой-то Такой-то Писатель Там называет Его как Немирович Данченко Своими Фамилиями Я никогда Не слыхал Даже такое И именно Сейчас Когда еще Даже не похоронили Писатель Самый Скабрезный Даже Набоков Владимир Со своей Лолитой Против него Ребенок Все виды Сексуального Извращения И книги Эти Пользовались Спросом Такой Называет Писатель Вы знаете Так это Самый Под другим Псевдонимом Только Это Всеволод Чаплин Потому что За это Редакции Хорошо Платили И проще Вы понимаете Вот люди Которые Слышат Это Ой-ой-ой Да это Как же Так Да как Он такой Был Да безобразие Такое Ну подождите Вопрос Один Почему Александр Глебович Невзоров Не сказал Это В субботу Все-таки Не один год Этот человек Жил на земле И тот И другой 51 год Ущаплено Это Ну мог он Это сказать Сказать-то мог Да последствия Были бы дорогие Чем выше У человека Звание Тем дороже Суд Оценивает Такую клевету Допустим Я не знаю Сколько Но могли оценить Примерно в 3 миллиона рублей И суд Вынес бы решение А он бы не стал платить Э, нет, всё конфискует, что у тебя есть, и они вырвут своё. Дано разрешение взламывать квартиры и прочее. Официально уже, если старики там не могут заплатить за квартиру, переселить. Так и здесь, они найдут. Если вы не знаете, называется решение суда, которое, ну, сказали, а не выполнили. Нет, не выйдет. Есть особый статус судей, называется судебные приставы. И у меня, когда решение вынесли, вынес суд, что на меня оклеветали, местные ГТРК, ну, где телевидение и радио передают-то. И решение суда было опубликовать опровержение против Лапкина Игнатия Тихоновича, подрыва его деловой репутации и достоинства чести. И заплатить столько-то. И сразу заместитель Масалов приехал сюда от Герасченко. Вот такое дело, Игнатий Тихонович, вот решение суда, конечно, мы тут что-то неправильно, может, делали. Но суд уже вынес решение. И вот нам назначено, что завтра, самое такое, когда много смотрят, в это время такое выбрали хорошее, мы должны опубликовать, дать знак, и что такое решение суда было. Я говорю, да как вы не делайте, в другое время, эээ, с нами никто не разговаривает. Я говорю, да как же так, у нас уже график на месяц вперед, где какую радиопередачу, мы все смещаем. Я еще тогда не знал, что так строго. Когда по отношению меня 11 лет закончился суд, и суд вырешил, что я выиграл этот суд, а должны были 11 миллиардов теми деньгами, но не полный суд, а одну двухсотую. И тогда судебный пристав, женщина, кажется, Перепелкина, я ее даже не встретил нигде, не видал, но ее Бог расположил. А сделали власти так, конфисковывала все прокуратура, краевая прокуратура и КГБ краевое, а ответственным сделали городскую администрацию. Как-то там пленки кому-то передавали, где-то на заводе сжгли, а я поехал на завод, освободился, ничего там не было, обман, растащили по своим домам. И она пришла им, сказала, выделили, мне кажется, 56 миллионов. Ну, не такая сумма-то уже была бы. А денег-то нету, был момент, а денег-то не было. 11 лет шел суд. И она сказала, пока не рассчитаете Слабкиным и Игнатием Тихоновичем, арестовываются все счета бюджетников. Ни один учитель, ни один врач не получит ни рубля. Ну, и сказали, да пошла ты, э, нет. Сразу со мной заговорили по-другому. И тут будет посвященный мэр города, и краевой прокурор, который меня знают, вызвали. И стали говорить, Игнатий Тихонович, как нам вот это решить-то вопрос? Я говорю, мы ищем где-то здание, где бы могли мы молиться, отдельно образовать общему хотим. В церкви столько непорядков и выполнить еще нельзя. А какое, сколько? Глава железнодорожной администрации меня спрашивает. Петров, потом он будет вице-мэром. Не лицемер, а вице-мэром города Барнаула. Ну, а у него кабинет большой и приемная такая хорошенькая. Ну, может быть, вместе они 70-80 квадратных метров-то будет. Я рукой махну, говорю, ну вот такой. Он говорит, с приемной? Я говорю, да. Я сам думаю, если я хватил много, сейчас откажут. А мы ищем по городу, где нам строить. А нам выделили участок далеко, где-то там в конце города, и там строить, значит, надо материал охранять, надо сначала избушку. Ну, то есть невыполнимо. И сразу заговорили по-другому. Это я опыт передаю как. Это не просто так. Я говорю, нужно это. И тогда мне сразу предложили два варианта. Один, тот, где я нахожусь, а напротив здание краевого суда, где меня осудили, я пошел по этапу по тюрьмам. А здесь два здания. И общая площадь не 70 квадратов, а 226. Красивейшее место. Сухое. Акала-оби. Красота. Как царь мне говорил, лепота. А другое далее. Там сгорел магазин, и там что от него осталось, место то. Ну, здание повреждено. Напротив тюрьмы, прямо около тюрьмы. Я говорю, э, нет. Суд еще это неопределенное решение, а тюрьма это крышка. Привезли меня сюда, я посмотрел одно здание, а тут второе. Шесть, а тут шесть А. Я спрашиваю. И далее, кто со мной на машине поехал, Миролюбов. Прям пошло там. До этого были Зверевы, там Красноперовы, вот такие фамилии. А тут сразу Боголюбов, Миролюбов. Я говорю, а там здание, это чье? Как чье? Это вам. Это как мне? А мне говорят, надо было мне не сразу соглашаться, сказать, ну ладно, так поломаться. Вроде. Я говорю, да вы че? Они же передумать могут. Я ухватился, говорю, согласен. И сразу мэру городу отбили, это комитет по имуществу города Барнаула, Лапкин. И Т согласился вот на это, чтобы погасили долг. 13 соток земли. Тут у меня пять складов теперь для лагеря, для всего было. Дорога-то все-таки зааспальтирована. И тут мы находимся. Это 13 соток. Центральный район, это не игра. И два здания, деревянные, старенькие. Здесь была станция на спасение людей, утопающих. Освод. Вот так. И вот какого дали исполнители. Если бы вышел этот Невзоров Александр Глебович в субботу, эти слова сказал. Но тот-то этого ничего и не знает. Так что вы никогда не поддавайтесь на разные сообщения. А молитесь за отца Всеволода. Он умер за себя, заступиться не может. Мы можем заступиться. Я с ним не дружил, не встречался. Но я скинул тут, когда я его разбирал, когда он живой был, я разбирал его нападки на отца Андрея, когда Андрея гнали Кураева. Он сильно нападал. Но я выстоял, я широкил. Посмотрите. Я беседую тут перед этим. Но не лично с ним, а его слова. Напечатаны они. И я отвечаю, комментирую. Я имею это моральное право. Когда я вел передачи, и мои беседы были там... Шесть бесед, кажется, по... Три у меня программы было. Мои беседы с Александром Менем, отцом Александром Менем. А мне говорят, как вы можете с ним спорить, с батюшкой, да кто вы такой? Я говорю, я могу. А вы не можете. А почему? Это наша беседа записана, когда он живой был. И он тут даже улыбается, смеется, ложечкой стучит в стакане с чаем. И он что, недоволен был, что я ему возражал? Нет, мы разговариваем на равных. Я имею право. А вы не имеете ни за какие миллиарды, потому что он умер. И вам не дано право мертвого трогать, потому что вы его и жизни не знаете. Это я опять к тому. Никогда не верьте. Посмертно особенно. Ну, конечно, я и себе платформу готовлю для врагов и друзей. Меня не будет. Я думаю, попы будут с водосвятием канона благодарственное служить. Ну, не все, конечно. А кто-то и помолится. Так что, я намек бросил вам. Потому что каждый день последний наш будет. И если при жизни не сказал воздерживаться, говорят о мертвом, говорят, хорошее или ничего. Это неправильно. Это римская поговорка. Там так говорят. Или все, или ничего. А все, значит, все. Никому уста не закрывайте, если правду говорят. Все или ничего. С Богом. Ты можешь, Сергей, оторвать это. Можно слово? Оторвать это можешь мне отдельно. Ну, ладно, не надо. Кто там говорит-то? Какой-то темный кружок. Бирюков какой-нибудь? И, знаете, Тихонович, микрофон включить. Кто говорит-то? Сергей Павлович, ты за этим наблюдаю. Ну, кто говорит что-то? Видно, что надувает. Сергей Павлович, ты смотри, кто это? Кружок, темнота, никого нету. Кто это? Бирюков какой-нибудь? Выходят на меня, брякают и сразу исчезают. Чтобы было имя, фамилия, как мы договорились. Все. Сестры, женщины были в платках. И у каждого своя фотография. Не Эйнштейна ставить здесь. Что же это дурить-то так? Мы же верующие, разве можно лгать? Кто еще хотел сказать-то, говорите. Все скрылся. Наверное, попал в точку. Давай дальше. Ким, ну, говорите, а то я сейчас буду начитывать, чтобы вы опять не помешали, пока не начал начитывать. Говорите, что хотели сказать. Сергей, я хотел бы серьезно один вопрос задать, но это не при всех вот так вот. Хотите, я могу при всех вот так вот. Но это серьезная вещь по поводу именно веры, по поводу всего вот так вот. Я очень много. Я верю, верю вот именно в староверие вот так вот и много, очень много читаю вот так вот. Ну, верю в все. Ну, я имею в виду, ну, здесь вот где-то уже, уже вот, ну, хотел бы вот так вот, ну, давайте помолимся. Помолимся. Вы отдельно, Игнать Тихоновичу, позвоните и поговорите. Сейчас не ваше время, сейчас время начитки книг «Открытым оком». Договорились. Сергей, спасибо. Аминь. Аминь. Все, микрофоны отключайте, буду начитывать. Во имя Отца и Сына и Святого. Тихо, 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 Тихо. Аминь. Сейчас сделаю. Тихо. 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 Продолжение следует... 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 Устывший и погаший, похоже внешне будто на отца, Приметы матери случайны при улыбке, Но я как личность сохранюсь ли сам, Как статуя не затеряюсь в глыбе. Бог опознал во мне свое подобие, Свой образ, что заложен был вначале, Признать Создателя насколько нам удобней. Без Бога мыкались, упойло мычали. Я укажу на Божью перспективу, В которой смысл художникам заложен, И с благодарностью смотрю на Божье диво, Еще и потому, что сам я Божий. Заговорю ли с молодым, со старым, Повсюду неподдельный интерес, И светит ярко тухнувший агарок. Всем возвещаю, что Иисус воскрес. С Христом нет тьмы, неясности и страха. Мы знаем, вслед за смертью встреча с Ним. Благоуханием эта встреча пахнет, И враг не превозможет, не стеснит. С утра до вечера какие-то дела, Под сенью Библии сто крат благословенный, Она к Иисусу точно привела, И навсегда нас вывела из плена. И даже ночью в чудной темноте Тьма тоже чудо, нужное для снов, В которых все не так, и мы не те, В них часто прошлое переживаем вновь. Каким же сильным ощутил себя, Соединившись с Богом во Христе Иисусе, На нас с надеждою спасенные глядят. Там отдохну, ликуя, восьмеюсь я. 6 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Абинь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 20. Вопрос. 3364. «Неоднократно слышал, Что зарубежную церковь обвиняют В сотрудничестве с фашистами. В чем оно состояло?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Судим только потому, Что говорят другие. Цитата. 17 ноября 2005 года. В стремлении оправдать свое предательство В деле соединения с церковью-матерью МП Перевертыши от РПЦЗЛ Всячески обеляют все, Что эта, в кавычках, мать Проделывала против принятия декларации 1927 года Митрополита Сергия Острогородского И в то же время Очерняют историю РПЦЗ. Дескать, вы грешили, Но и мы не без греха. Объединение в грехе С подачи Патриарха Московского Ивсея Руси Алексия Второго Особенно модно Среди перевертышей РПЦЗ Всех мастей и рангов Приравнивать письмо Митрополита Анастасия, Написанное в 1938 году Гитлеру В благодарность за строительство Им храма для РПЦЗ В Берлине К декларации Митрополита Сергия При этом В кавычках Уравнители Не приводят ни письма Ни декларации В ответ На запросы читателей Редакция узла мысли О России Приводит комментарий Автора этого письма 1946 года А также Само письмо Ответ Митрополита Анастасия На обвинение Русской зарубежной церкви В сотрудничестве С Хитлером Выдержка Из послания К русским Православным людям По поводу Обращения Патриарха Алексия К архипастырям И клиру Так называемой Карловатской Ориентации Не будучи Очевидно Уверен сам В действительности Своих церковных Прещений Патриарх Алексий Пытается перевести Дело с Канонической На политическую Почву И старается Обвинить Очевидно Прежде всего Предсоветской Властью Заграничный Архиерейский Синод В том Будто он Цитата Дал Церковное Благословение Историческому Врагу России Германии На разгром И захват России В доказательство Этого Он ссылается На Благодарственный Адрес Адольфу Хитлеру Поднесенный Ему Архиерейским Синодом В 1938 Году Но Умышленно Умалчивает При каких Обстоятельствах И за что Был Поднесен Этот Адрес Вскоре После своего Прихода К власти Хитлер Узнал Что русские Православные Люди В Берлине Не имеют Своей церкви После того Как сооруженный Ими храм Был Отобран У прихода За неуплаченные За него Долги Это побудило Его Точно Сделать Распоряжение Об отпуске Значительных Денежных Средств На построение Новой Православной Церкви На Отведенном Для этого Прекрасном Участке Земли В германской Столице Следует Заметить Что Хитлер Предпринял Этот шаг Без какой-либо Нарочатой Просьбы Русско-православной Общины И Не обусловил Своей Жертвы Ничем Что могло бы Так или иначе Компенсировать Ее Архиерейский Синод Так же Как и все Русское Зарубежье Не могли Не оценить Этого Великодушного Акта Который Совпал С тем Временем Когда в России Беспощадно Закрывались Разрушались Или Обращались К совершенно Несвойственному Им назначению Превращались В клубы Кино Безбожные Музеи Склады Для продуктов И тому подобное Православные Храмы И монастыри И оскорблялись И осквернялись В России Другие Святыни Этот факт И отмечен Был Отмечен Был В адресе Но Никакого Цитата Благословения На разгром И захват России Синод Конечно Не давал Также Неверно Заявление Патриарха Будто Цитата Руководители Церковной Жизни Русской Эмиграции Совершали Публичные Молитвы О победах Хитлера Архиерейский Синод Никогда Не предписывал Таких Молитв И даже Запрещал Их Требуя Чтобы Русские Люди Молились В это Время Только О спасении России Нельзя Конечно Скрывать Того Ныне Общеизвестного Факта Что Истомленные Безвыходностью Своего Положения Доведенные Почти 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 До Отчаяния Царившим В России Террором Русские Люди Как За Границей Так И Самой России Возлагали Надежды На Хитлера Объявившего Непримиримую Борьбу К коммунизму Этим Как известно И Объясняется Массовая Сдача Русских Армий В плен В начале Войны Но Когда Стало Очевидным Что Он Стремится На самом Деле К завоеванию Украины Крыма И Кавказа И других Богатых Районов России Что Он Не только Презирает Русский Народ Но Стремится К его Уничтожению Что По его Приказанию Наших Пленных Морили Голодом Что Германская Армия При своем Отступании Сжигала И разрушала До основания Все Встречающиеся Ей На пути Русские Города И села Истребляли И Уводили С собой Их Население Обрекала На смерть Сотни Тысяч Евреев С Женщинами И Детьми Заставляя Их Ранее Заставляя Их Заранее Рыть Для себя Могилы Тогда Сердца Всех Благоразумных Людей Обратились Против Него Кроме Тех Кто Цитата Хотели Быть Обманутыми Тогда Всем Стало Ясно Что Хитлер Не Только Не Несет Миру Новой Эры Мира И Социального Хозяйственного Благополучия Как он Обещал В своих Речах Но Готовит Гибель Себе И своему Народу И всем Кто Связывал С ним Свою Судьбу Что И Случилось На самом Деле Утвержденное На Безрелигиозном И часто Аморальном Основании Все его Дело Рушилось Шумом Похоронив Под его Развалинами Его Самого И его Ближайших Сотрудников Этот Грозный Урок Был Для Всего Современного Человечества Этот Грозный Урок Нужен Был Для Всего Современного Человечества Дабы Все Увидели Что Кто Хочет Строить Жизнь Без Бога Тот Строит Своё Здание На Песке И Заранее Обрекает Его На Полное Крушение 1946 Год Благодарственный Адрес Митрополита Анастасия Адольфу Гитлеру От 12 Июня 1938 Года Ваше Высокопревосходительство Высокочтимый Господин Рейх Сканцлер Когда Мы Взираем На Наш Берлинский Соборный Храм Ныне Нами Освещаемый И Воздвигнутый Благодаря Готовности И Щедрости Вашего Правительства После Предоставления Нашей Святой Церкви Прав Юридического Лица Наша Мысль Обращается С Искренней И Сердечной Благодарностью Прежде Всего К Вам Как К Действительному Его Создателю Мы Видим Особое Действие Божьего Промысла В том Что Именно Теперь Когда На нашей Родине Храмы И народные Святыни Попираются И разрушаются В деле Вашего Строительства Имеет Место И Создание Сего Храма Наряду Со Многими Другими Предзнаменованиями Этот Храм Укрепляет Нашу Надежду На То Что И Для Нашей Многострадальной Родины Родины Еще Не Наступил Конец Истории Что Повелевающий Истории Пришлет И Нам Вождя И Этот Вождь Воскресив Нашу Родину Возвратит Ей Вновь Национальное Величие Подобно Тому Как Он Послал Вас Германскому Народу Кроме Молитв Возносимых Постоянно За голову Государства У нас В конце Каждой Божественной Литургии Произносится Еще и Следующая Молитва Господи Освяти Любящих Благолепие Дома Твоего Ты Тех Воспрослави Божественную Твоей Силой Сегодня мы Особенно Глубоко Чувствуем Что и Вы Включены В эту Молитву Моление О Вас Будет Возноситься Не только Всем Молопостроенном Храме Но и В пределах Германии И во всех Православных Церквах Ибо Ни один Только Германский Народ Поминает Вас С горячей Любовью И преданностью Перед Престолом Всевышнего Лучшие Люди Всех Народов Желающие Мира И справедливости Видят Вас Вождя В мировой Борьбе За мир И правду Мы знаем Из достоверных Источников Что Верующий Русский Народ Стонущий Под Игом Рабства И ожидающий Своего Освободителя Постоянно Возносит К Богу Молитву О том Чтобы Он Сохранил Вас Руководил Вами И даровал Вам Свою Всесильную Помощь Ваш Подвиг За германский Народ И величие Германской Империи Сделал Вас Примером Достойным Подражания И образцом Того Как Надо Любить Свой народ И свою Родину Как Надо Стоять За Свои Национальные Сокровища И вечные Ценности Ибо И эти Последние Находят В нашей Церкви Своё Освящение И Уковечение Увековечение Национальные Ценности Составляют Честь И Славу Каждого Народа И Посему Находят Место И Вечном Божием Царстве Мы Никогда Не забываем Слов Священного Писания О том Что Цари Земные Принесут В небесный Божий Град Славу И честь Свою И Славу Своих Народов Откровения 21 24 26 Таким Образом Создание Сего Храма Является Укреплением Нашей Веры В вашу Историческую Миссию Вы Воздвигли Дом Небесному Владыке Да пошлёт же Он Своё Благословение И на Дело Вашего Государственного Строительства И на Создание Вашей Народной Империи Бог Да укрепит Вас И германский Народ В борьбе С враждебными Силами Желающими Гибели И Нашего Народа Да подаст Он Вам Вашей Стране Вашему Правительству И воинству Здравия Благоденствия И во всём Благое Поспешение На Многое Лето Архиерейский Синод Русской Православной Церкви За границей Митрополит Анастасий Прокоремия 17.5 Так Говорит Господь Проклят Человек Который Надеется На Человека И Плоть Делает Своей Опорою И Которого Сердце Удаляется От Господа И Закиль 29 3 4 Говори И Скажи Так Говорит Господь Бог Вот Я На Тебя Фараон Царь Египетский Большой Крокодил Который Лежа Среди Рек Своих Говоришь Моя Река Я Создал Ее Для Себя Но Я Вложу Крюк В Челюсти Твои И К Чешуе Твоей Прилиплю Рыб Из Рек Твоих И Вытащу Тебя Из Рек Твоих Со Всею Рыбою Рек Твоих Прилипшую К Чешуе Твоей Снежная Лавина Друга Унесла Он Стоял В Испуге Рот Разинув А От Снимка Ни Добра Ни Зла С Корнем Вырвало То Деревце Насильно Скажет Кто-нибудь Тому Не Повезло Кто Разбился Или же Сгорел Захлестнула Жизнь Нить Узлом Оборвало Я же С вами Цел Это Все Примеры Для Живущих Если Не Покаемся Погибнем Так же Мы Же Все Такие Сгнивших Сгинувших Не Лучше Та Же Чернота Чернее Зимней Сажи Сын Мой Сын Увы Авессалом Кто Вернет Тебя Мне Не Дождаться Сына На Опасный Выдвинулся Склон Кровь От Ужаса В Жару Застынет Сколько Же Друзей Подруг Теряем От Некрологов Пестрит В глазах Оказались К новой Бездни С краю Глупо Глупо Не Хватает Зла Любопытство Часто Хуже Пытки И Теряют Девство Вместе С Детством Как В Духовном Им Нужна Подпитка С Ангелом Сдружиться А Не С Бесом Дымная Лавина Унесла Начинавшего Курить От Взрослых Скрытно А Теперь Пойди Поймай Осла У Чужого Пойла И Корыта Сто Лазеек Неслух Изобрел Как Родителей Незримо Провести Думали В Наследниках Орел Он же Уместился Весь В Горсти Мертвым Не Помочь Их Не Вернуть Нам же Плакать О себе Опадших В Царство Божие В Небесную Страну Кто К Кресту Припал Венцом Украшен 7 Декабря 2006 Год Игнатий Лапкин Аминь Сергей Вы меня Слышите Да Знаете Сегодня В Ленинграде Снятие Благматы Снятие Благматы Это Праздник Это Скорбь 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 Давайте Помолимся Возможно Возможно Сергей Игнатий Тихеныч Это Снятие Благматы В Ленинграде Давайте Я дочитаю У нас Время До сети До Начитки Вы наше Время Не отнимайте Пожалуйста У нас Молития Была Общая Потом Извините Извините Аминь 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 Книга Открытым Оком Тема Русская Православная Церковь Том 20 Вопрос 3402 Что Как всегда Было Лучше Помолиться О них Об Их Совести Ибо Они Достойны Сожаления И многих Слез Искренних Все Они Люди Хорошие И когда-то Многое Сделали Для Выяснения Правды В России Но Благовестия В народ Нести Ни Один Из Них Не Удосужился Да Не Узнают Они Сего Апостольского Труда Каких-то Семь лет Назад Вот Как Говорил Открыто Отец Петр Перекрестов А ныне Как Сума Так Суматошно Мечется Успеть Бы К закрытию Райкома И хотя бы Последние Кусочки Подобрать От РПЦЗ От Редакции Узла Мысли О России Цитата К Митрополиту Сергию Пришла Делегация Которая Его Умоляла Отказаться От Декларации Но Он Не Внял Просьбам Своего Духовенства И паствы Которые Были Готовы Его В Отказе От Декларации До Смерти Поддержать На вопрос Делегации Митрополиту Сергию Вы Спасаете Церковь Последний Ответил Да Я Спасаю Церковь Там же Страница 164 Итак Раскол Создал Митрополит Сергий В самой России С 1927 Года А не С 1990 Года Существуют Так называемые Параллельные Структуры В России А русские Иерархи Находящиеся В 1927 Году За пределами Родины Остались Единомысленны Именно С теми В России Кто Не Принял Декларации Если Святейший Патриарх Тихон Заклял Всех Вступающих В общение С безбожной Властью А Митрополит Сергий В своей Декларации Сделал Именно Это Не Простирается Ли Это Заклятие На Московскую Патриархию По сей день Имело И Имеет Ли Анафематствование Патриарха Тихона Реальное Значение И силу А его Заклятие Кем Эти Анафематствования И Заклятия Были Сняты Это Серьезные Духовные Вопросы И Игнорировать Их Русский Православный Христианин Никак Не Может Благодаря Сергианской Политике Мирские Безбожные Начальники Начали Контролировать Церковную Жизнь До Такой Степени Что Церковные Кадры Выдвигались И Одобрялись Ими А Правило Седьмого Вселенского Собора Гласит Цитата Всякое Избрание Во Епископа Или Пресвитера Или Диакона Делаемое Мирскими Начальниками Да Будет Недействительно По Правилу Которые Глаголят Ащи Епископ Ащи Который Епископ Мирских Начальников Уподребив Через Них Получит Епископ В Церкви Власть Да Будет Извержен И Отлучен И Все Общающиеся С ним Опять Таки Имеет ли Этот Канон Реальное Значение Реальную Силу Или Это Просто Памятник Истории При Обсуждении Канонических Причин Разделяющих Русскую Православную Церковь За границей И Московскую Патриархию И Этого Вопроса Не Обойти Нет Сомнений В том Что Верующие В России Хотя Бы Внутренне Интуитивно Отвергают Экуменизм Это Само По Себе Отрадное И Овнадеживающее Явление Большую Но Не Единственную Роль В этом Сыграли Книги И Статьи Авторов Русской Православной Церкви За границей Но Не Только Книги Наличие Приходов И Общин Зарубежной Церкви В России Несомненно Помогло Процессу Осознания Опасности Предательства Православия В лоне Московской Патриархии Благодаря Этим Приходам Дабы Не потерять Прихожан И Власть Московская Патриархия Вынуждена Была Открыто Заговорить На Многие Запретные Темы В том Числе И Об Экуменизме Среди Сказанного Цитирую По памяти Было Утверждение Лаврского Иеромонаха Что Мол Епископы И священники Русской Православной Церкви Московской Патриархии Принимающие Участие Во Всемирном Совете Церквей Представляют И не церковь Но только Самих Себя Но на Следующей Литургии Этот же Лаврский Ромонах Его Единомышленники Будут служить На антиминсе Выданном Своим Священным Началием И неоднократно Повторять Имя Патриарха Как Господина И Отца Нашего То есть Свидетельствовать Своё полное Единомыслие В делах Веры С теми Которые Цитата Всё делают От себя А Не от имени Церкви Где же Быть В таком Положении Как же Быть В таком Положении Где же Выход Для этих Монахов Как поступали В данных Условиях Православные Когда Их Иерархи Оказывались На пути К отступничеству Если не Сказать В ереси И рано Или поздно Каждый Мыслящий Каждый Сознательный И каждый Истинно Православный Священник Столкнется С вопросом Как И с кем Мне быть Сейчас Наблюдается В России Вторая Волна Переходящего В лона Российской Церкви Так Обычно Называют Русскую Православную Церковь За границей На территории России Духовенства Это Как правило Священники Которые Себе Не строят Никаких Иллюзий Выгод В этом Решении Как только Перед Богом Нет С проведением Нового Закона О свободе Совести Эти Священники Могут Оказаться На совершенно Нелегальном Положении И все Равно Они Принимают Такое Решение Как Жи Перед Ними Не Преклоняться Их Не Уважать Если Московская Патриархия Прославила Старца Нектария Оптинского А Православные Святые Служат Для нас Образцом Для Подражания То Почему Нельзя Идти По Стопам Преподобного Нектария Не Признававшего Авторитет Митрополита Сергия И его Последователей Мы Как Православные Должны Должны Прислушиваться К Голосу Своей Совести И Вот В 1990 Году Она Вдруг Стала Плохой Она Резко Изменилась Как Почему Потому что До тех пор Она была Далеко Она была За границей Она была Недосягаема А теперь Она У нас В России И перед Каждым Православным Фактически Впервые За 60 Лет Стоит Не Отвлеченный А Реальный Выбор Между Прочим Решение О принятии Приходов Зарубежной Церковью Не Было Запланировано Долго Обсуждаемо Из России Поступил Ряд Прошений В Архиерейский Синод И он Решил Протянуть Руку Просящим Это В традиции Русской Православной Церкви За границей Быть На стороне Гонимых И Страждущих Но Ведь Это Происходит На Законной Территории Московской Патриархии Читателям Думаю Известно Что У Московской Патриархии Много Приходов Заграницы Но Не в этом Дело Дело В том Что Решение Быть В лоне Этой Зарубежной Церкви Или Нет Сейчас Реально Стоит Перед Каждым А Это Страшно Но Есть И Чисто Психологический Человеческий Момент Который Нам Следует Учесть Российские Приходы Гонимы Хотя Они Немногочисленны Верхний Эшелон Московской Патриархии Их Очень Боится Владыка Приморский Вениамин Этого Не Скрывает Сколько Сил И зла Направлено Против Российских Приходов Любопытно Что Для своей Неприязни К зарубежной Церкви Хотя По разным Побуждениям Объединяются Представители И традиционного И обновленческого Направления Московской Патриархии Этот Грех Гонения Своих Православных Лежит Полностью На совести Иерархии И духовенства Московской Патриархии Которые В этом Участвуют Активно Ли Или Своим Пассивным Молчанием Когда Речь идет О Примирении Русской Православной Церкви За границей И Московской Патриархии Этот Грех Нельзя Замалчивать Желаете Ли Вы Чтобы Мы От них Отказались Будет Ли Это Нравственно Будет Ли Это Церковно И в Духе Православия Нет На Предательстве Пусть И ради Высшего Блага Нельзя Строить Церковную Жизнь Может быть Мало Кому Из читателей Известно И другое Явление Если Кто-либо Был Рукоположен Священнический Сан Архипастрем Русской Православной Церкви За Границей На Территории России А Их В настоящее Время Четыре Включая Украину И он Желает Перейти Под Амафор Патриарха Алексия Второго То Этого Священника Перерукополагают Уже Было По крайней Мере Три Известных Нам Случая Перерукоположения Первый Известного Ныне Благодаря Своей Антисектантской Деятельности Отца Олега Стеняева Он Был Рукоположен В Иерейский Сан Бывшим Епископом Валентином Суздальским А вернувшись В Московскую Патриархию Рукоположен Заново Это Перерукоположение Можно еще Как-то Понять С точки Зрения МП Поскольку Епископ Валентин Был Ею Запрещен Священнослужение Другие Два Случа Перерукоположения Отца Владимира Родиона И отца Димитрия Гольцева Отец Владимир Был Первоначально Рукоположен Архиепископом Лазарем Журбенко Который Получил Хиротонию От Зарубежных Иерархов А отец Димитрий Епископом Вениамином Который Был Хиротонисом В Канаде Оба Так же Как и Отец Олег При переходе В МП Вторично Рукоположены Одновременно Мы читаем В докладе Богословской Комиссии Московской Патриархии Архиерейскому Синоду О том Что мол Мы Православные Всегда Признавали Таинство Риммо-католической Церкви И свидетельство Тому То что мы Принимаем Риммо-католическое Духовенство В сущем Сане Это просто В ум Не вещается Своих же Православных Пере рукополагают А риммо-католических Клириков Принимают В сущем Сане Между Прочем Слава Богу Неизвестен Ни один Случай Перерукоположения Переходящего Из МП В Зарубежную Церковь Священника А переходящих В православие Это из Ереси Клириков Протестантов И католиков Русская Православная Церковь За границей Не только Рукополагает Но и Крестит Не единение Ради единения А только А только Если Это единение Приведет К победе Правды Вспомним Слова Святителя Григория Богослова О том Что бывает Цитата Это доброе Разделение И Пагубное Единение Вот мы И должны Бояться Этого Пагубного Единения Этого И бояться Наиболее Трезвые Силы Русского Зарубежья Возможно Не останется Во всем Мире И голоса Способного Свободно Последовательно И до конца По своим силам И возможностям Противостояние Современной Апостасии Этот Голос Замолкнет И в лучшем Случае Станет Подобен Звук У некоторых Нынешних Ревнителей Православия В России Которые Могут Говорить Но Не могут Договаривать Все До конца И которые Парализованы В возможности Решительно И открыто Действовать Желательно Ли В нынешнее Апостасийное Время Чтобы Голос Русской Зарубежной Церкви Церкви Имеющей Особую Духовную Качественность Особое Церковное Лицо Взамолк Не надо Себя Тешить Надеждой Что Зарубежные Иерархи Войдут В состав МП И произойдет Переворот Сколько Сейчас Звучит Голосов Мирян И духовенства В России И реально Говоря Почти Никакого Внимания На них Не обращает Ведущий Слой А если И Обращает Только Ради Сохранения Своей Власти Входя В общение С МП Зарубежная Церковь Оказалась Бы В общении И с представителями Официального Православия С теми Кто Совершенно Сознательно И Нарочито Соединяются И С Монофизитами И С Инославными Желательно Ли Это Можно Ответить Что В случае Слияния Зарубежная Церковь МП Бы Прервала Общение С официальным Православием Опять Таки Не думаю Что Она Что Она Бы Это Сделала А Если Да То Весьма Нескоро Таким Образом Соединение С МП Повлекло Бы За собой И Общение С теми Которые Хотя бы Частично Подлежат Анафематствованию За участие В Уменической Ереси Реально Говоря Я Просто Не Представляю Скажем Как Наши Архипастери Могут Сесть За Один Стол С членами Священного Синода Московской Патриархии С теми От которых В настоящее Время Отрекаются Ревнители Православия В лоне Самой Патриархии Заявления Прохождения Прохождения Через Языческий Огонь Модернистское Богословие Духовное И молитвенное Обратание С еретиками Неужели Можно Говорить О действительном Желании С их стороны Преодоления Принципиальных Расхождений Известен Ли вообще Хоть один Случай Когда Не на словах А на деле Московская Патриархия Проявила Хотя бы К российским Приходам Доброжелательное Или просто Христианское Отношение Они могли бы Хоть раз Не воспрепятствовать Общине Российской Церкви В Москве Получить Помещение Под храм Этим Они бы Показали Что заслуживают Хоть Малейшее Доверие Уже Теперь На уровне Простых Верующих На уровне Рядового Духовенства Нередко Ощущается Сближение Сближение В боли О происходящем Предательстве Церковных Интересов И позиций О которых Мы В частности Читаем В газете Русь Православная Сближение В боли За Россию Протеерей Петр Перекрестов 1998 год Город Сан-Франциско Сравни Том 19 Вопрос 3337 Послание Галата 2.18 Ибо Если я Снова Созидаю Что Разрушил То Сам Себя Делаю Преступником Сирах Сирахова Сирахова 7.9 И бывает Друг Который Превращается Во врага И Откроет Ссору К Поношению Твоему Сирахова 38.2 Не Если Это Скорь До смерти Когда Приятель И Друг Обращается Во врага Так Можно Ли Прожить Нам Без Скорбей Не Знать Переживаний Треволнений Не Надорваться В Тягостной Борьбе Чтобы И Чтобы Жизнь Прошла Вполне Полнее Мечтой Такую Захлебнулся Шар А Ныне Много Раньше При Адане О Том Гутарит Мало Кто Или Стар Но Исполнение Снов Тех Не Настанет Скорь Подожди Слово Не Под Гутаром Ты Сразу Выпросил А Ныне Не Внимание Не Заново Мечтой Такую Захлебнулся Шар Не На Плод Настанет Стрем Стрем Глав Крошится Позвоночнику И Целому Скелету Болезнь Предсмертная Нас Из-под Валь Впрягла Как Сох Дает Температуру Хоть Холод До Костей Частенько Продирает Победа Не Наблюдечки А Добываем Штурмом Ум Ум Умоется Скорбями И Даже Хата С Краю 18 Февраля 2007 Год Игнатий Лапкин Так Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Тема Русская Православная Церковь Том 21 Вопрос 3412 Знаете Ли Вы Отца Петра Перекрестова И Что Скажете На его Ответы В журнале Австралийском Которые Наш Батюшка Привез Оттуда Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Когда В 1992 Году Я Был В США То Встречался С ним В Сан Франциско И В Жордан Вилле Но Близкого Знакомства Не было Все они Были Чрезвычайные Патриоты В ДОТах Так что И Амбразуры Не было Видно А мы Всегда Находились На нейтральной Полосе Понимая Что Разделение Совершенно Не по Той Демаркационной Линии Идет Мы Никогда Не прекращали Посещение Богослужений В храмах Патриархии Мы Мы С местным Епископом Антонием Уже Тогда Вели Переговоры О том Чтобы Они В храмах Поминали Митрополита Виталия Еще Предложение Выборки Нас За это Все Костерили На чем Свет Стоит Как Так Нас За это Все Костерили На чем Свет Стоит Мы С местным Епископом Антонием Уже Тогда Вели Переговоры О том Чтобы Они В храмах Поминали Митрополита Виталия А мы Патриарха Алексия Тогда Антонию Не Разрешили Провести Сие В Жизнь И Что Тут Новое Для Нас Сейчас Мы В Сей Общиной Ходили Три Раза В Году Обязательно А в Праздники Кои Посреди Недели Ходили С Благословения Батюшки В Те Храмы Патриархийные К Каким Ближе Наше Жилье Пришли К нашему Шалашу Хлебать Свою Лапшу Которую Столь Буйно И Долго Развешивали Об Отце Петре Могу Сказать Только Внешне Он Мне Понравился И матушка Его И детишки Такие Приятные Американцы И Вдруг При Молве Об 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 Буйно Намешано Что Боязно Отвечать Главное Всеобщая Их Слепота И Что И Каноны Оказывается Не так Они Понимали И Не Знают Кого Жи Поминали И Безблагодатными Не считали МП И На Соборе Не Поставили Условием Выход МП Из Экуминизма Так Ведь Не Допустили Эти Вопросы Поставить В тех Условиях Да Пожалейте Вы Себя Отцы Сокройтесь И Утишитесь Все Что Пишите Сегодня Это Этот Позор Будут Ваши Дети И Правнуки Хлебать И Отплевываться Столько В этих Ответах Вглумления И Насмешки Или На самом Дурит Мозги Православных Никакого Христа Как бы И Нет Ни Про Иисуса Ни Разу Не Вспомнил Ни Про Библию А Остальное Горе От Ума И Беда От Умишка Всем Горе Прочту Несколько Выдержек Выделив Некоторые Вопиющие Его Фразы Цитата Поэтому Была Выбрана Форма Вопросов И Ответов Как Наиболее Доходчивая Вся Заграничная Церковная Организация Считала И Считает Себя Доныне Учреждением Чрезвычайным И Временным Которое Немедленно Должно Упраздниться По Восстановлении Нормальной Общей И Церковной Жизни В России Конец Цитат Уже Более 15 Лет Восстановлена Нормальная Церковная Жизнь В России 15 Лет Тому Назад Стало Возможным Возобновить Непосредственный Контакт С Центральной Церковной Властью В России Более 15 Лет Официально Упразднена В России Безбожная Власть Поэтому Если мы Считаем Указ Номер 362 Канонической Основой Нашей Русской Зарубежной Церкви И Руководствуемся Нашим же Положением Мы Обязаны Войти В контакт С высшей Церковной Властью В России То есть Русская Православная Церковь Московского Патриархата Одно Дело Неформальное Молитвенное И даже На уровне Прихожан Евхаристическое Общение Другое Дело Церковное Устроение На Канонических Началах Чисто Формально Если Архиереи Зарубежной Церкви Не могут Сослужить И причащаться Вместе С иерархами И духовенством Церкви В России Московского Патриархата Если наше Духовенство Не может Сослужить С архиереями И священниками В России То можно ли Мирианам Это делать Фактически Нет Мы За каждой Литургией После Евхаристического Канона И пения Достойно Есть Поминаем Наше Священное Начание Это Поминовение Определяет Кто мы И начинается Словами Во-первых Помяни Господи Кого же Мы Первого Поминаем Попробуем Продолжение следует Продолжение следует...